всем привет я снова на море довольно пасмурно на улице местами идет дождь вода в этом месте ужасно мутно из-за селедки которая не так давно ушла отсюда была здесь на нересте много погибло все в икре как я говорила в предыдущих видео еще и накатик вода идет ряд бесконечной что-то искать там живность ползающую виде ракушек улиток не представляет возможностями решила тогда набрать виноградик посвежее и без икры можно видеть а вот россыпи ламинарии здесь морской виноград надергала слишком много не надо икра селедки из-за этого вода вот такого цвета молочного погода отвратительно пошел дождь нашла наконец-то 2 рапанчиков они тут какие-то брачные игры друг друга тут шмякали первая добыча что вышла вот на такое камень каменная плата здесь вот стали попадаться такие ракушечки маленькой травки ковыриваешь и должна быть целенькая все малышка и еще и вся в икре селедки берем вот эти довольно-таки вкусные штучки вода леденючая ужас и голос у меня соответствующие если много собрать то их особо чистить не надо можно пятачки вместе с вами совсем сразу в рот лишь бы кипятком отдать они открываются и они готовы к потреблению очень вкусно много даже ежичек один попался этот такой замечательный турбачок доедает уже говорят не поселился уточки летают там вот росыпи нари и чуть-чуть совсем очень мало моллюсков попадается ну и народу сегодня очень много рассказала через чур а вот можете видеть просто дичайшее количество чаек в данном месте вы можете наблюдать три ракушки вот они в жопке-то торчат говорим же они там живут хорошенькие крупненькие берем вышла на каменная плата здесь нету такой ряби и более четко видно что где лежит но рапанов по-прежнему нету хотелось бы именно их побольше конечно это вот этих маленькая не будем брать вот откопаем сейчас вот этих зато куча целая птички сидят поэтому сидим что-то чайки над нами разбушевались вот сейчас самый пик отлива народу приехала очень много тут там вообще грядка очень большая вот так вот ищем ищем сегодняшний первый еж но он такой маленький там и есть нечего так что малыша сейчас подальше в воду закинуть чтобы у него здесь на отливе никто не наступил пускай еще в каком-то из своих роликов я вам рассказывала вот сейчас я достала ракушку вместе с рапаном то есть он ее поедает и тут вот оторвала ее как раз наглядно вам можно показать вот он уже сделал эту самую дырочку теперь выпускает свою там какую-то яд-кислоту и потихонечку ее высасывает убивая вот так вот такой вот зверюга этот улитка а мы на берегу находили раньше в детстве такие ракушки и продевали через эти дырочки веревочки и делали бусы а это оказывается вот этот залудин делает их ну что ж ты кушала ее а я скушаю вас а тут в воде вы можете наблюдать вот такую морскую звезду красивую в москвариуме во всяких больших этих ой она тут медузу кушает ой живая видите кушает это морская звезда потирия гребешковая такая вот красотка а вот тут лежит разломанный еж о чем я и говорила что обязательно на мелкоте кто-нибудь наступит кто-то кто-то его сломал погодка вроде улучшилась стало более-менее что-то видно и на камнях нету вот этой молочной оттенка молочного воды нормальная прозрачная вода вот еще одна такая же красотка потирья такие красивые морские звездочки и смотрите какой красивый бычок сидит внимания на меня не отмечает давай чувак хоп хоп ну бычков не тушим так что давай на ней буквы красивый такой и скажи пристала типа красивые хе-хе-хе хе-хе хе-хе потихоньку начинается прилив но сейчас вот можете видеть за мной все в капусте погуляли как смогли пора возвращаться в город рапана сегодня было очень мало взяла немного винограда домой на салат вот прилетели родственники надо угостить салатиком и не знаю белые спизулы набрала не знаю штук 30 точно наверное что-нибудь сейчас дома приготовим легкое не знаю рапанов может штук 10 всего лишь а что как-то так ну что сейчас следующее видео мы уже очутимся дома вот мы и дома улиточек совсем мало хотелось бы больше зато вот один гуидак нашелся спизула мактра там еще есть грига чуть-чуть отличающая ну в общем здесь порядком штук наверное 50 точно есть ну и немного виноградику ну что приготовим вот этих вот зверей сейчас закипит вода кидаем их буквально ракушки раскрываются и снимаем как мы видим я уже погрузила все наши ракушки улитки воду воду я не солила простая обычная пресная вода сейчас вода закипит ракушки раскроются воду сливаем и начинаем их чистить те ракушки что не раскроется от термообработки желательно удалить может быть с ними что-то не так когда наши мидии и рапаны отварились нужно их промыть в холодной воде когда они открываются в них вот тут в ракушках остается песок споласкиваем все в холодной воде я основную массу уже почистила вот так для наглядности показываю вот видите вот здесь песочек я как бы основную часть уже промыла и показываю как чистить то есть тут особо чистить нечего тут вот есть мышца которая захлопывает створку ее тоже отрываем эту ножку и все это сюда ножка вот для наглядности оставила вот так мышца это выглядит она створки вот так схлопывает вот она очень вкусная ее тоже отрываем в общем то бывает что вот так дергаешь и она остается вот если не поддеть и потом приходится чуть-чуть с усилием сошкаривать вот так вот либо можно все почистить а потом уже промыть в холодной воде также у нас был гудиак там один он был маленький у него кишочки мы все удаляем оставляем вот этот вот сифончик он дышит через него вот такая вот вместе с мантией тоже съедобная штука и рапана вот я их почистила и улитки у них все так же чистится в каком-то видео там показывала у меня я использую пинцет поддеваю так не всегда бывает хорошо получается ну что ты ну там остается часть какая-то она уже не важна вот эту пластинку обязательно удаляем вот и обязательно удаляем у рапана вот тут есть вот так вот надавливаем тут вот ползает вот такая железа и можно отравиться удаляем ее нафиг бывает что две таких железы у нее но это одна все вот это все все что твердое у рапана улитки любой у нас морской это съедобно вот еще одна для наглядности все тоже уже почистила некоторые вилкой ковыря некоторые зубочистка но зубочистка я не знаю как ее там ковырять потому что она жесткая довольно таки сидит там в ракушке и вот так вот надавляем вот на это прям коричневая оп тут все выходит все 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 с нашей массы вот этой получилось не так много вознес больше можно в магазине конечно купить уже чищеные будет продаваться именно тоже в таком же виде ну будет продаваться знаете черные большие мидии в каком-то видео показывал вчера к сожалению ни одна такая мидия не попалась ну что сейчас приступим к приготовлению я сегодня буду использовать как минимум добавки к нашим моллюскам найденных чтобы не сбить их основной вкус вот у меня 3 зубчика чеснока чуть-чуть укропчика тут сыр у меня пармезан и сливки десятипроцентные тут грамм 150 ну и собственно говоря вот я сполоснула наших ручков так сказать вот у них такой вот вид носить они пока стекают сейчас мы переходим собственно к самому приготовлению поставила сковородочку сюда налила чуть-чуть растительного масла добавила сливочное на не сильном огне вот сейчас это все начало плавиться сейчас занимаемся нарезкой и добавкой чеснока делаем чесночное масло многие чеснок оставляют там я буду делать чесночное масло поэтому я делю пополам просто зубчики просто их пополам без фанатизма так вот ну и сразу подготовим укропчик он даст просто нежный аромат ну вы можете добавить в принципе свою какую-то травушку муравушку там базилик или там какой-нибудь розмарин ну мне нравится укроп ну что наше масло почти разогрето сейчас добавим чесночок и только как он начнет золотиться мы его удалим из масла и будем добавлять остальные наши ингредиенты наш чеснок стал золотистым мы его удаляем масло уже насытилось его ароматом аромат безумный очень люблю чесночное масло удаляем это все и наш главный ингредиент вот это наши моллюски которые мы добыли все добавляем они чесночные под этим маслом чесночным они уже готовы так что это все происходит очень быстро сразу добавляем сливки 100% можно 15 грамм 150 не больше было потому что у меня кстати ракушек получилось 400 грамм побольше сразу же добавляем сыр вообще как бы лучше добавлять сыр какой-нибудь с плесенью он мягкий и сразу тает ну мы делаем из того что у нас под руками как говорится и тут же добавляем наш укропчик чтобы все это насытилось быстренько всеми специями все по сути наше блюдо уже готово сейчас все хорошо размешаем ой ааа самое главное забыла посолить а как же посолить чуть-чуть не надо слишком много тем более у меня пармезан он сам по себе сильноватый все плитку выключаем раковину мы сварили до сейчас это все настоится и будем пробовать ну что дорогие друзья вот и приготовилась наше блюдо чуть-чуть себе положила основная масса пускай настаивается пробуем тут у нас гудяк сливочный вкус чуть-чуть же скалады потому что я его нашла совсем в прибрежной зоне видимо там уже долго лежит это рапан я до этого уже говорила что он не напоминает какие-то свиные ушки хрустит улитка она вообще весьма жестковатая даже если ее в принципе не отваривать и потом вот так вот не готовить она сама по себе ну у нее вот эта ножка она прям максимально такая жестковатая на самом деле очень вкусно ну сейчас вот это все еще не особо не настоялось в сливочном вот этом соусе но все равно уже имеет очень интересный вкус ну и собственно говоря сама спизула мы его так вот и готовили целиком она очень нежно и вкусно просто ну очень нежный сам вкус по себе у нее вот мышца ее мышца чем-то напоминают где-то когда гребешок переваришь и он вот этот пятак он распадается на волокна вот здесь мышца она в таком где-то роли играет ну что ж кому интересно пользуйтесь моими рецептами я сейчас вот это доем и буду ждать когда основная масса настоится ждать родственников и мы все вместе будем это кушать всем приятного просмотра и пока-пока